Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля 2020 года. Предложение о дате проведения голосования по поправкам в основной закон России поддержал президент Владимир Путин. Известно, что этот день станет нерабочим. Но сейчас все инициативы по изменениям обсуждаются на совещаниях по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию в тематических подгруппах. Слово Александре Литковой. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил закрепить в Конституции положение о единстве всех уровней публичной власти. Он отметил, что необходимо включить в нее органы местного самоуправления для повышения роли муниципалитетов. Поправки, которые планируют внести в Конституцию, прокомментировал глава Малоземельского сельсовета Михаил Талиев. Я думаю, что будет внесено дополнение статью 139-ю, 132-ю органы местного самоуправления и органы государственной власти будут входить в единую систему публичной власти. И будут осуществлять взаимодействия для наиболее эффективного решения задач интереса граждан. Президент Ассоциации Нинецкого народа ЕСАВЫ также считает, что поправки в действующую редакцию Конституции повлияют на качество жизни северян и коренных малочисленных народов. Одно из предложений, что самое значимое, это, конечно же, обратить внимание на те субъекты и власть приблизить к нашим жителям, наших крайних регионов нашей страны. И надеюсь, что данная поправка у нас будет принята. Ну а наша ассоциация активно в этом участвует и мы также будем работать, также будем активно принимать участие. Ну и, конечно же, также призываем всех в этом активно поучаствовать. В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Нинецком округе Галина Гуляева прокомментировала поправки к основному закону, касающиеся материнства и детства. В частности, в статье 38 сказано, что семья находится под особой защитой государства. Однако инициаторы поправки считают, что статья нуждается в таком дополнении, как бережное отношение к детству. В традициях народов большой нашей страны всегда было бережное отношение к детям. И поэтому эта поправка, она очень кстати будет. Далее он сказал о том, что это будет таким нравственным началом для объединения всей нашей страны. Со своей стороны, я тоже поддерживаю, конечно же, эту поправку, потому что бережное отношение к детству, оно просто должно быть во главе всего. В рамках масштабной общероссийской подготовки к голосованию к поправкам в Конституцию был создан проект «Волонтеры Конституции». Его цель – рассказать о проведении общероссийского голосования по изменениям в основной закон государства. Внесение изменений в Конституцию – одно из самых крупных событий страны, поэтому представители добровольческого движения выступили с инициативой помочь принять в этом участие. В течение двух недель до старта голосования в округе, в общественных местах, таких как парки, скверы, торговые центры, в общем, местах скопления людей, будут организованы информационные стенды, где волонтеры расскажут о планируемых изменениях в Конституцию и в целом об общероссийском голосовании. Напомню, внести изменения в Конституцию предложил Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию. После этого была сформирована специальная рабочая группа, задача которой – подготовить предложения для поправок. После рассмотрения парламентом страны они будут вынесены на всенародное голосование, и только после этого их подпишет президент.